Я вас приветствую. В эфире программа «Лицом к лицу». Я Евгений Агарков. Министерство иностранных дел Украины призывает Россию признать ответственность за поставки оружия, из которого сбили рейс MH17. Об этом говорится в комментарии МИД относительно обнародованных результатов расследования уничтожения Боинга малайзийских авиалиний. Об этом не только говорим сегодня с руководителем Центра военно-правовых исследований Александром Усиенко у нас в студии. Александр, приветствую вас. Есть у нас уже, да, результаты расследования, получается, ну, как бы такой достаточно мощный аргумент. России, казалось бы, уже вот, ну, некуда деваться. Но, тем не менее, вот МИД России считает, что заявление совместной следственной группе о причастности российских военных краху Боинга голословными обвинениями. Как считаете, как долго Россия еще будет продолжать играть вот в эту игру? Ну, тут важно отметить по порядку. Вот давайте посмотрим хронологию, как все происходило. Сначала Международная следственная группа установила, что установка БУК 936 с номером 302 была перемещена с территории Российской Федерации, где она располагалась и принадлежала 53-й бригаде в городе Курск. Она перемещалась в Миллерово, потом на территории Украины. Перемещались они, в принципе, как уже свидетельствует и расследование, кстати говоря, и новой газеты российской, и других журналистских расследований с целью военных учений, но она оказалась на территории Украины. Перед этим, как установлено уже следствием, в том числе с помощью, огромным вкладом украинской стороны, украинской службы безопасности, которая передала сотни перехваченных записей, телефонных разговоров, в которых идет речь о том, что, к слову говоря, тоже гражданин Российской Федерации, некий Бородай, который провозгласил себя премьером непризнанной Донецкой Народной Республики, ведет переговоры телефонные с Владиславом Сурковым, с Аксеновым, который председатель Совета Министров в аннексированном Крыму, где просит предоставить вооружение. Там и Гиркин фигурирует, и другие, где они просят предоставить Российскую Федерацию вооружение, в частности, средства противовоздушной обороны, потому что они не продержатся долго, если этого не будет сделано. После этого появляется БУК. Это установлено снимками со спутников, другими доказательствами, которые появляются на территории Украины, с него производится запуск и сбивают малазийский Боинг. Таким образом, что мы имеем сейчас? Вот даже если мы разделяем степень ответственности конкретных лиц, уголовную, которые ответственны за это, и степень ответственности государства. Мы же должны прекрасно отдавать себе отчет, что установка БУК, либо другое средство противовоздушной обороны просто так не выйдет с любой воинской части без соответствующих распоряжений и приказов. Значит, они были кем-то отданы. Ну, это еще следствие должно установить конкретно кем. Но я сомневаюсь, что без приказов российского командования это было бы сделано. Установка оттуда выехала. Как и много оружия другого, которое российское оказалось на Донбассе, оказался на Донбассе, произошел выстрел, как следствие, ужасная катастрофа. Вот. Исходя из этого, настаёт ответственность государства, Российской Федерации, потому что оружие, каким образом это мы уже отделяем лиц, как я уже сказал, это уже процесс. Но то, что оружие российское оказалось здесь, вследствие действия этого оружия российского произошла трагедия, это уже установленный факт. К слову говоря, вот это заявление МИДа украинского, оно же логическое. Еще год назад МИДа Нидерландов и Австралии сделали аналогичное заявление. Они фактически возложили вину за тот инцидент, который я описал, на Российскую Федерацию. Поэтому это правильно. Но Россия продолжает утверждать, что БУК не её. Это БУК украинский якобы. Он был с территории Украины. Хотя я тут хотел бы подчеркнуть, что в ходе следствия Украина предоставила практически все воинские свои части, где хранятся в том числе БУКи, для того, чтобы международная следственная группа и эксперты убедились, что именно такой модификации ракеты на вооружение украинской армии нет. Она произведена концерном «Алмаз-НТ» российским. Это модернизированная ракета, и она находится на вооружении российских вооруженных сил. В Украине такой ракеты просто нет. И вот поэтому весь карточный домик, который они так пытались как-то фейковый выложить, ничего не складывается. Но упорно идёт непризнание того, что Российская Федерация в этом виновна. И я так думаю, что они с этой позиции уже не отступят. Ну, а как-то всё-таки можно ли их склонить вообще в этом направлении? Потому что до конца отбиваться, когда уже доказательств просто уймовые, в том числе озвучили сейчас вещи. Есть также полностью маршрут изложенный, в том числе исследователями Беллингкет, которые вот в разных участках ещё на территории России находили этот БУК. Ну, то есть, казалось бы, доказательства уже просто, но неопровержимые. Да. Более того, я хочу добавить к Беллингкету, почему я акцентировал внимание именно на новой газете, потому что новая газета, помимо снимков, они предоставили отсканированные документы, подтверждающие перемещение колонн и перемещение военнослужащих в сторону границы с Украиной. Да, то есть, там чёткие есть отсканированные, ну, кому интересно, могут ознакомиться. Достаточно такой важный, интересный материал. И эти все доказательства, они действительно собраны. Понимаете, никто бы не делал голословных утверждений и обвинений в адрес Российской Федерации, если бы это было бы не так. Но тут всё складывается. Телефонные разговоры, запросы на предоставление этой техники, снимки, в том числе, со спутника о перемещении этой техники и так далее. Модификация ракеты, установки, которая состоит в России. Потом, важно же ещё не просто перемещение на территорию в Украину, а из Украины, потому что этот бук вывезли. И самое главное, если Российская Федерация обвиняет международную следственную группу в том, что они заангажированы и хотят в чём-то обвинить Россию, почему они не сотрудничали и не помогали сотрудничать в рамках этой комиссии? А вот во время брифинга, когда озвучивались имена подозреваемых, Фред Вестерпке из прокуратуры Нидерландов, он заявлял, что Россия более года отказывается отвечать на вопросы о катастрофе. Вот я зацитирую. Мы снова обращаемся к России с призывом сотрудничать в рамках обращения о предоставлении взаимной правовой помощи. У нас до сих пор остаются вопросы без ответов. Среди вопросов к РФ, где 17 июля была установка БУК, которая была снята в июле 2014 года в конвое 53-й бригады РФ. И работал ли подозреваемый Дубинский на российское правительство в 2014 году? Есть ли данные об этих фактах какие-то? Мне неизвестно, потому что я могу только подтвердить то, что было действительно уже фактически показано во время брифинга, о том, что Российская Федерация отказывается выдавать любую информацию на запросы международной следственной группы. Они же с самого начала не предоставили даже доступа к месту катастрофы. То есть фактически следователи не могли ознакомиться. Они начали какое-то свое расследование проводить. И то есть Российская Федерация заняла такую позицию, что мы можем предоставлять только свою версию. Если вы у нас даете нам какие-то запросы, то есть они заняли такую позицию. Мы не признаем действия вашей международной следственной группы. У нас своя следственная группа, которая точно знает все лучше, как оно было на самом деле. Вы должны верить нам. Но тут же был ряд фейков. Там сначала истребитель якобы украинский, потом ракета украинская, потом... Ну, сейчас уже начинают говорить, что этого Бука вообще нет. Ну, понятно, наверняка уже где-то спрятали так, чтобы никто не нашел никогда. Но тем не менее, факты, которые есть, они пока подтверждают обратное. Я бы хотел с вами еще обсудить судебный процесс, который, ну, вот уже объявили официально, да, что он будет состоиться в марте 2020 года. Как вы видите, ну, ваш прогноз на такой заочный суд, скорее, получается, да? Потому что за эти годы, ну, то есть достать эти четырех подозреваемых, там, это Гиркин, Дубинский, Харченко и Полунев, по-моему, если я не ошибаюсь, фамилия. Ну, вообще, и ходят уже разговоры о том, что Харченко, это, кстати, один единственный гражданин Украины из этих четырех подозреваемых. Говорят, что его уже давно нет в живых. Ну, я слышал об этом. Я не знаю, соответствует ли это действительности. Не буду говорить об этом. Возможно, да, возможно, нет. Нет информации. Достоверной, скажем так. Касательно того, каким образом будет происходить суд, ну, во-первых, два момента. Как сказал и прокурор Вестербеке, генеральный прокурор Нидерландов, что расследование продолжается. И оно будет продолжаться до марта 2020-го, когда будет заседание судебное. И, возможно, я надеюсь, что мы увидим еще. Еще именно обвиняемых, конечно. Которые непосредственно ответственны за то, как они говорили, пашзабаты, ну, нажимали кнопки. Непосредственно те люди, которые делали пуск, военные, я имею в виду, с представителей российского военного командования и властей. Потому что, ну, следственные группы сказали, что расследование продолжается. Это еще не конец, не финал. А касательно самого судебного процесса, ну, как говорит прокурор Нидерландов, они сейчас еще думают над тем, как это все организовать. Потому что уже понятно, что, скорее всего, это будет заочный процесс. Потому что Российская Федерация не намерена выдавать своих граждан. И поэтому максимум на то, что могут рассчитывать эти люди, ну, и мировое сообщество, это на то, что они действительно будут осуждены, получат наказание. Но пока они будут находиться на территории Российской Федерации, им фактически отбывание этого наказания не грозит. Потому что Россия, ее позиция состоит в том, что они привлекают к уголовному наказанию только тех, кому у российской юстиции есть претензии. Грубо говоря, если они считают, что эти люди действительно совершили преступление, как считают Нидерланды, Украина, Бельгия, Австралия, Малайзия, члены следственных, тогда да. И все цивилизованные страны мира. И так нет. И поэтому, естественно, да. Но, тем не менее, юридически установить этот факт судебным решением крайне важно. И другой момент. Я разделяю степень ответственности, опять же таки, лиц, виновных в совершении этих преступлений и непосредственно государства. Уже сейчас, после этих заявлений, после заявлений властей Нидерландов, Австралии, Украины, родственники погибших могут обращаться в Европейский суд по правам человека, а не только к Геркину, как некоторые обращаются, а непосредственно к Российской Федерации с требованием о выплате материальной, компенсации материального и морального ущерба. Уже у них такое право наступило. Одна степень ответственности людей непосредственно виновны, и вторая государство Российской Федерации. Александр, если, ну, а скорее всего, оно действительно будет так, как вы сказали, вот такая ситуация, как из нее выходить? Это санкции только? Или что это может быть? Как затребовать у России выполнять, скажем так, решения международных инстанций? Ну, понимаете, вопрос в том, что, возможно, когда-то компенсации они и выплатят, да? А вот по уголовной ответственности вряд ли, потому что вы же понимаете, что почему Россия боится их выдавать? Потому что это еще и носители информации, это свидетели. Это же не они... То есть им проще их убрать, на самом деле. Ну, да, или где-нибудь так спрятать на территории России, чтобы никто там не имел... Ну, на самом деле там говорят, что кто-то их там где-то содержит, не соответствует, наверное, действительности. Почему? Потому что журналисты, например, там, The Guardian или The Washington Post связывались с некоторыми по WhatsApp. Поэтому, ну, где-то они там, да, живут себе на территории России, они просто отказываются сотрудничать. И, ну, Российская Федерация и правительство же понимают, что если мы выдадим этих людей, а дальше по цепочке они начнут рассказывать, кто отдавал приказы, с кем в России был контакт, откуда ехал, куда уехал. Поэтому им лучше сейчас вот все оставить так, как есть, пускай все осуждают, пускай мировое сообщество требует, а мы не выдаем. А касательно компенсации, ну, все-таки я думаю, что есть перспектива, что они родственникам погибших все же будут выплачены. Но если они выплатят, то тогда будет это говорить о том, что это признание получается? Ну, это будет, понимаете, как? Россия будет это пытаться сделать с тем расчетом, что вот мы выплатим компенсации, вот мы таким образом принесем извинения, ну, вы закройте глаза на вот эту всю уголовную историю. То есть они будут пытаться менять. То есть это будет поиск компромисс, да? Конечно. Тут уже включится политическая составляющая, они будут пытаться это менять. Но я, знаете, читал материалы американских, британских издательств, которые брали интервью непосредственно у родственников погибших, которые присутствовали на этом брифинге в Нидерландах. Они настроены очень враждебно, не только, ну, их можно понять, их горе, оно абсолютно справедливо, их гнев. Они настроены враждебно не только к Российской Федерации, ее правительству, но и к правительству своих стран, если они не будут требовать от России выполнения решений следственных органов и судов. То есть они очень так настроены, поэтому... Ну, я с вами согласен, Александр. Я вас благодарю за комментарий. Действительно, уже даже могут быть давления на свое правительство, в котором, в свою очередь, по цепочке уже будет давление на Россию. Но давайте, как говорится, будем подождать. Март 2020 года, до этого действительно может появиться еще какие-то имена, и мы встретимся с вами в этой студии для того, чтобы обсудить еще этот вопрос. Гостем программы «Лицом к лицу» был руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Я Евгений Огарков. Прощаюсь с вами. До новых встреч на телеканале ЮЭТВ. Редактор субтитров А.Семкин